всем привет в этом видео я хочу расширить наши знания о панчлейс и также еще затронуть одну очень с одной стороны легкую но с другой стороны может быть для кого-то и сложно в понимании тему как переназначение цветов в схеме узора для чего это нужно например если нам понравился какой-то узор и мы хотим связать его панчлейс или каким-то другим видом переплетения мы должны разбираться как цветовые квадратики влияют на формирование узора и это я вам расскажу сегодня постараюсь рассказать простыми словами простыми словами не используя терминологию или описание которое указано у нас в нашей инструкции сейчас на данный момент я ищу подходящий себе узор для вязания своего нового изделия я хочу его связать переплетением панчлейс и вот например я открыла вкладку галерея и мы попадаем на наши библиотеки которые у нас стоят с левой стороны хочу сказать что первая и вторая библиотека они были разработаны специально для нашей машины сильверфит но также на официальном сайте knidstyle.com написано что кс-3 библиотека кс-3 и кс-4 они разрабатывались для других вязальных машин кс-3 разрабатывалась для singer а кс-4 разрабатывалась для бразер кс-5 и кс-6 они тоже разрабатывались для silverlead но эти последние библиотеки это мои которые я уже сама их создала когда мы перейдем в галерею наших всех узоров например мы просмотрели мы хотим вязать панчлейс и сделаем выборку фильтр мы можем просмотреть все узоры по всем библиотекам и например нам это не совсем подходит или мы хотим что-то такое необычное или вообще расширить наши все возможности нашей машины и увидеть какие-то другие узоры связать поэтому для этого мы можем взять однофонтурный жаккард отключим сейчас панчлейс и выберем только однофонтурный жаккард и посмотрим что предлагает нам какие узоры мы можем подобрать для вязания данного переплетения ну например давайте возьмем первый вид узора он нам подойдет для панчлейс но тут есть особые нюансы которые я хочу вам рассказать чтобы вы лучше понимали ну и вот как и я уже себе рассказала и понимаю и поэтому я хочу с вами этой информации поделиться возможно что вы это раньше не знали и сейчас вы продвинетесь еще на какой-то шаг в понимании вообще что происходит с машиной когда она вяжет допустим синий квадратик или серый квадратик сразу хочу сказать еще что пока я не забыла что не все конечно однофонтурные жаккарты нам подойдут и вы тоже это уже будете потом своим глазом понимать какой жаккард подойдет вам именно для панчлейс ну вот например мы возьмем вот этот вот рисунок самый первый тут будет очень наглядно мне вам все рассказать и показать возьмем его скопируем в эфир обмена перейдем на вкладку вязание размножим и мы его левой правой кнопкой мыши и вот сейчас приближу я его вот смотрите этот рисунок тут у нас многоцветный жаккард и вот так разобраться да если так посмотреть мы можем не понять каким каким к цветам квадратика какая нить будет вязаться но давайте для начала тогда чтобы нам было все более понятно мы перейдем конкретно на панчлейс и выберем какой-нибудь рисунок например рисунок бабочки вот смотрите вот давайте посмотрим этот рисунок мы видим что тут у нас поле закрашена синими квадратиками и серыми квадратиками и тут нам нужно посмотреть на цветовую схему которая вот вот она вот здесь вот мы знаем точнее мы должны знать что в переплетении панчлейс синие квадратики отвечают за то что вязать будут петли где синие квадратики тонкой нитью то есть вот где синие квадраты зарисованы здесь будет провязана тонкая нить там где серые квадратики здесь будет детализация нить из двух нитеводителей сразу то есть и тонкая и толстая вместе но как мы уже в том случае посмотрели в однофонтурном шакарте то есть разноцветные квадратики как же здесь мы должны понимать кто что за что будет отвечать то есть где будет тонкой нитью вязаться где будет толстой нитью вязаться и для этого мы должны посмотреть на цветовую схему сразу хочу сказать возможно кто-то не знал может быть кто-то читал но знаете это разбираться одно читать надо все это глубже познавать это другое буквы они не являются приоритетами приоритетами в схемах является только цвета и сейчас у нас в приоритете цвет синий он стоит после серого цвета то есть все которые стоят у нас получается правее это старший цвет все которые у нас левее это младший цвет и сейчас что мы видим что у нас цвет синий в приоритете перед цветом серым и по данному рисунку мы знаем что вот это вот у нас будет связано тонкой нитью и мы понимаем что синий цвет у нас старший по отношению к серому вот так мы должны читать именно узор схему панч-лейс и вот перейдем мы сейчас на вот этот вот наш рисунок назад который мы выбрали однофонтурный жаккард здесь у нас синие клеточки серые клеточки розовые и вот такой вот ну такой зеленый цвет серо-зеленый цвет давайте посмотрим на палитру наших цветов и что мы тут видим у нас есть на этой схеме розовый цвет серый цвет зеленый темно-зеленый цвет синий давайте посмотрим по палитре цветов какой цвет у нас является старшим цветом значит смотрим 7 потом у нас есть вот этот темно зеленый потом у нас есть серый и у нас есть вот такой розовый и мы видим что самый правый ну который расположен правее цвет у нас розовый он и является у нас старшим цветом в этой схеме и как мы знаем что старший цвет в переплетение панч-лейс вяжет тонкой нитью то есть закрашенной клеточки розовым цветом то есть старшим цветом в переплетении панч-лейс будут провязаны тонкой нитью значит и все на этой схеме клеточки которые обозначены розовым цветом будут провязаны тонкой нитью все остальные все остальные которые идут левее от старшего цвета они будут вязать обе нити сразу вот так вот читается этот рисунок ну и я еще один образец покажу то есть еще один узор разберем и там я покажу именно уже в связанном образце как это выглядит я отвязала уже кусочек но другого другого панч-лейс другого однофонтурного жаккарда я взяла вот этот вот то же самое вот смотрите тут тоже нет тут нет даже серого цвета и по этой схеме давайте мы с вами вот сейчас вот очень интересно наглядный рисунок определим каким цветом будет у нас квадратик какого цвета будет отвечать у нас за то что будет провязана тонкой нитью и толстой нитью у нас тут три цвета синий ой доставила квадратик синий розовый и вот такой вот темно-зеленый и вот мы посмотрим что мы видим на нашей схеме и по цветовому полю мы видим что розовый цвет у нас стоит в приоритете над синим и над зеленым поэтому то есть он у нас будет главным он у нас старший цвет а мы знаем что старший цвет панч-лейс отвечает за то что все квадратики которые будут у нас закрашены розовым цветом они будут провязаны у нас тонкой нитью а те которые будут младшие цвета это у нас вот этот зеленый и синий они будут провязываться нитью с обеих нить водителей с двух нить водителей вот и давайте посмотрим на образец я его не отпаривала потому что я планирую распускать этот образец но мы тут четко и точно вот увидим вот этот вот приоритет цветов вот будем ориентироваться по вот ряду этому там где провязана и тонкой и толстой нитью вот эти вот ряды вот ряд вот ряд да вот эти вертикальные вертикальные ряды они провязаны толстой нитью точнее толстой и тонкой вместе и на этом рисунке мы уже понимаем что тот который цвет у нас стоит в приоритете тот который у нас старше а это у нас сейчас розовый цвет потому что он стоит самый первый как бы по этой то есть получается он стоит правее от других цветов которые использованы в этой схеме поэтому розовый цвет тут он старший и он будет провязан он будет провязан у нас тонкой нитью а все остальные которые младше будут провязаны толстой и тонкой нитью сразу вместе так еще хочу показать один образец и что я на обязание все перехожу еще один хочу показать тоже однофонтурный жаккард я выбирала из вот этой библиотеки кс-3 но также хочу сказать что некоторые могут быть узоры схемы не адаптированы под вязание под вязание для нашей машины тут надо скажем так уже смотреть на сам узор сейчас я найду этот узор он у меня тоже стоит как однофонтурный жаккард точнее его выбрала но мы можем убрать допустим выборку однофонтурного жаккард точнее фильтр снять и убрать эту выборку и посмотреть что нам предлагает рекомендует что нам рекомендует какой узор вот так тоже можно делать что нам рекомендует программа каким узором мы можем связать этот эту схему но этот узор вот вот я нажимаю на 256 узор и мне программа подсказывает что я могу вязать этот узор переплетением однофонтурный жаккард или двухцветный норвежский узор но я хочу пончлезь поэтому копирую его вставляю и опять же мы можем просто уже вы уже как знаете я как знаю рассмотреть эту схему и понять что какие квадратики будут вязаться именно тонкой нитью и мы видим что у нас состоит наша схема из синих и серых квадратов и мы знаем что серый у нас младший цвет синий у нас старший цвет и формирование узора пончлезь старший цвет отвечает за вязание тонкой нитью то есть все квадратики которые будут у нас зарисованы синим цветом они будут провязаны тонкой нитью все остальные это серые они будут вязаться двумя нитями сразу и вот сейчас я вам покажу этот узор вот он вот этот узор то есть вот сразу видно наглядно что там где серые квадраты без преобразования и подгонки этой схемы для пончлейс у нас вот так вот и провяжется то есть вот так можно выбирать однофонтурный жаккард ну и также хочу добавить что можно принципе брать какой-то с галереи рисунок другой например однофонтурного жаккарда и если мы видим что тут много синих квадратиках которые идут друг за другом можно где-то поставить дорисовать серый если очень понравился этот рисунок но я думаю что можно много найти узоров которые не нужно преобразовывать в панч-лезь то есть очень большое количество тут можно насобирать для этого вида переплетения